Курица Друзья, СМАК на Первом канале у нас в гостях сегодня Павел Деревянко. Павел, доброе утро, Паша. Паша, дорогой, я пришел к тебе не с пустыми руками, я пришел к тебе с облепихой, с ягодой из твоего детства. Да. Да? Это правда? Ну что-то она детство, конечно, отражает. Отражает детство, да? У тебя было такое зернистое детство. Детство, да. Павел, мы очень рады видеть тебя в СМАКе. Я тоже. Скажи, что сегодня ты будешь готовить? Сегодня мы будем готовить морковный пирог с тобой, Ваня. Морковный пирог? А? А не плохо? Круто? А звучит хорошо. Скажи, тогда зачем мы покупали, бегали по всему городу в течение четырех дней и покупали тебе облепиху? Облепиху. А мы будем с тобой пить чай. Чай с облепиховым чай с морковным пирогом. Представляешь? Сколько в этом есть какого-то, знаешь, даже, мне кажется, где-то вдалеке за печкой потянулся кот. Нездоровья куча. Мы будем замешивать тесто. Мы будем замешивать тесто. Слушай, откуда этот рецепт-то? Почему? Ты первый человек, с которым мы будем готовить морковный пирог. Серьезно? Да. Никогда такого не было. Так, нам нужен нож, которым я буду резать это масло. Так. Вот. Нам нужен сахар. 300 граммов сахара сюда. Смотри, вот. А все уже отмерено, да? Да. Все уже, смотрите, так. Специально отмеряли. Прекрасно. Так. Вот так. Да. Нам нужно, собственно, грецкий орех и миндаль. Смотри, грецкий орех и миндаль. Все готово. Да, все у нас уже есть. Паш, вот смотри, я уже все готов, а ты вот, к сожалению, не заплатываешь, Паш. А ты копаешься. Давай, я тебе помогу. Давай. Скажи мне, а нужно просто вот именно вот так вот… Да, немножко, чтобы потом это взбивать. Скажи, ты в каком-то рисунке распределяешь масло или просто как взбредет тебе в голову? Ты в каком-то сне. Вот как взбредет. Как, как, как идет? Немножко интуитивно. Интуитивно ты сейчас. Да. Смотри, зато, как я прекрасно все это очень… Видишь, укладываю? Да, очень красиво. Красота. Давай не говори. Вот, вот. Почему вдруг морковный пирог? Я вот тебе хочу спросить. Мне кажется, это вкусно. А, вы можете? И это оригинально. Это вкусно и действительно оригинально. Оригинально. Значит, ты порезал… Так, масло. Теперь мы добавляем сюда 300 граммов сахара. Давай. Ты чё? Коричневую, заметим. Ну, тут, как говорится, даже если бы ты сейчас сказал белого, все равно коричневую ты уже высыпаешь. И нам нужно это немножко… Как это? А скажи, чем? Ложечкой? Так, смотри. Вот. Значит, теперь в этот самый момент… Да. А мы же можем это сделать миксером, нет? Ну, зачем, Паш? Ведь есть такая лопатка. Зачем? Вот если мы сделали миксером, это заняло минуты две. А так часа четыре постоим, посмотрим, как ты мнешь сахар с маслом. Ну… Да я тебе помогу сделать сейчас масло чуть-чуть. Будет немножко будет вот так вот у нас превращаться в одно миксером. А я в это время пока… Вот что сделаю. Возьму один апельсин. Извините, Вань. Да, пожалуйста. Ты хочешь вот туда прямо… Вымытый. А тебе, наверное, нужна цедра. Мне нужна цедра, абсолютно точно. Тогда тебе нужна, наверное, ещё и тёрка. Тёрка. А вот смотри, вот она. Шикарикус. Так. Ты говоришь на литовском. Да? Вань, как дела? Паш, ты знаешь, дела мне неплохо. Ты знаешь? Дела неплохо, но я знаю, что у тебя дела лучше. Почему? Потому что у тебя… Потому что я зашёл, когда я готовился к сегодняшней программе, зашёл на твою страницу. Знаешь, что написано на ней? Что ты в 2010 году снялся в 10 фильмах. Одновременно? 10… Я не знаю, это я тебя хочу спросить. Какая-то ерунда. 10 фильмов. Вышло 10 фильмов у тебя в 2010 году. Да нет. Ну, Паш. Какая-то кто-то шутит. Нет такого? Не было такого? Да как-то возможно. Это чисто физически невозможно. А, этого нету? Ты каждая. Может, я ни на какую страницу заходил? Да. Ну, ты там под псевдонимом Гоша Куценко. Ага. Не знаю. Так. А вы знаете, что может сюда чай? Вот, Варь, видишь, что происходит? Не надо нам ещё добавить туда. Красота. Всё перемешалось. Вон, нормально всё перемешивается. Ты видишь? Да. Вон. Прекрасно. Выглядит прекрасно. Так. Вот. Что дальше? Что мы дальше добавляем? Дальше мы… Нам нужно 5 яиц. Куриных. Конечно. Два. Имеется в наличии. Имеется, Павел. Класс. Класс. Вот. Будь аккуратен, скоро пойдут руки. Твои. Скажи, ты… Пол лизинца. Яйца все туда прямо разбиваем? Нет. Нам нужны желтки отдельно. А нам нужны отдельно желтки. То есть туда нужны желтки, а вот сюда белки, допустим. Сейчас, подожди, но это будет часто. Ну, это ты вообще… Ну, выдумал, очень интересно. Сколько ножей у тебя, Ваня? На любой вкус. Так. Сюда желтки идут, да? Сюда идут желтки, да. 5 штук. Так. Апельсин. А белки нам пригодятся потом? Белки абсолютно. А кому этот лысый апельсин? А пускай мне пока подойдет. Так. 5 желтков. Скажи, а ты знаешь, что мы с тобой в одном же театре, Паша, можно сказать, работаем? Так, сейчас по одному, кстати, нужно это. Ты знаешь об этом? Что-что-что-что? Что мы работаем с тобой в одном театре. Ты же… В Пушинском, ты не работаешь? Да. А ты знаешь, я в Пушинском, к сожалению, уже мы не… Я знаю, что ты не работаешь, но тем не менее, кто-то все время забирает в ведомости зарплату на их фамилию Деревянка в последние две годы. Теперь я работаю только в театре Моссовета. В театре Моссовета, где, друзья, совершенно уникальный Моссовета, где Павел играет, можно сказать, и тут мы с тобой опять сошлись. Ты играешь, можно сказать, меня, ты играешь дядю Ваню. Дядю Ваню. Ты же дядечку Ванечку играешь. А ты дядя? Ну, в каком-то смысле, да. Дядя Ваня. Я все-таки больше дядя, чем тетя. Смотри, что получается, да, уже вот так вот. Значит, мы взбиваем сливочное масло. Сахар. Сахар и желтки. И 5 желтков, да. Ну, это такая диетическая кухня получается, да? Очень вкусно получится пирог. Очень вкусно. Орехи не надо пока туда добавлять? Сейчас мы добавляем. Скажи, морковный пирог, просто, может быть, случайно, какое-то количество моркови добавляется? Конечно. Это будет позже. Извини, извини. Позже. Так. Вот мы очистили это. Так, теперь это мы можем сюда положить, да? Да, конечно, да. Класс. Мы никогда не моем это. Я так вот и кладу. Так, теперь мы берем. А иногда в карман прямо. Здесь у нас находится мука. Мучиться. Мучиться. Так, смотри. 120 граммов. 120 граммов. И вот смотри, теперь, может быть, надо вот это, вот она. Прямо, может быть, ее как-то так прямо смешивать вот с темой? Да, да. Или прям вот так вот смотри. Вот. Ох. Да, прям, как будто бы снег идет. Немножко, да? Первый, да. Но выгодно. Скажи, ну, для этого надо бы, наверное, перемешивать или мы так? Да. А давайте теперь мы возьмем, может быть, ложку, чтобы это как-то было, да. Вот это, пожалуйста, перемешивай. Как-то это придать этому процессу более человеческий характер, что ли? Если ты думаешь, что ты таким вот образом придал ему человеческий характер. Ну, немножечко так вот. Ну, так вот немножечко, чуть-чуть, да? Из механизаторского мы сделали его ручной. Слушай, какое интересное. Так, масло. Механизированный. Давай, смотри. Замечательно, да, Паша? Красота. Паш, я все сделал. Класс, Вань. Спасибо. Скажи, скоро будет пирог. А давай мы еще раз воспользуемся миксером. Все, да? Да. Так, с чем-то еще мы это будем смешивать? Здесь мука, масло. Мы, мы добавляем туда миндаль, сто два, сто тридцать, сто тридцать грамм. Сто тридцать граммов миндаль? Молотого практически в муку, миндаль. Так, хорошо, так. И? И грецкий орех. Грецкий орех. Молотый, собственно. Ну, не в муку. Не в муку. Ну, такой. В крошечку. В крошечку, так. И немного оставляем для украшения. Сверху, чтобы чуть-чуть пазы быть хватит. Абсолютно точно. Так. Теперь что мы делаем? Вот, теперь смешиваем это все. Опять смешиваем? Да. Паша, давай-ка я потебил. Ой, прости. Ничего страшного. Я попробую, я немножко тебя загвоздал. 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 Паша, я тебе хочу, конечно, рассказать нашим зрителям, а тебя расспросить про твою роль в театре Моссовета, ведь ты там работаешь с режиссером Кончаловским. Да. Вот как, расскажи мне, как такое вообще произошло? Мы встречались в какой-то кафешке с Андреем Сергеевичем, и он сказал, дядя Ваня. Но этого я вообще никак не мог ожидать. Вообще. А вот дядя Ваня все-таки, ну, какой-то, все-таки, ну... Я еще говорю, Андрей Сергеевич, мне кажется, не дорос до Чехова. Ну, так, я ему честно сказал. Ну, конечно. Так, сейчас, нам нужна сюда цедра. Цедра, пожалуйста, так. Апельсиновая цедра. Давай-ка мы ее откроем. Прямо цедру одного апельсина, да? Да. И вот мы прямочко ее вытянем. Сейчас мы возьмем мочек, сделаем вот так. И половиночку, и сок прям, да? И сок. Половиночки, давай, да, вот прямо, да, прямо, конечно, там ничего нету. Косточек, я надеюсь, там нету. Косточек там никаких нету. Класс. Так. Так, ой, сори. Хорошо. И, собственно, дядя Ваня говорит. Так, цедру мы забросили туда. Так, что у нас? А знаешь что? Нам теперь нужно, нам теперь нужно взбить белок. Прекрасно. Давай, давай ты взобьешь белок, а я буду вот этим взбиваться. Классно ты придумал. Нормально? Спасибо. Друзья, у нас сейчас будет небольшая реклама, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что «облепиха» в переводе с молдавского означает «влюбленная бухгалтерша». Дядя Слава, а разве может инструктор по вождению пить за рулем? Конечно, руки-то свободны, а на гамме на педали нажимаем. Из кинофильма «Ехали два шофера». Дорогие друзья, смак на первом канале. У нас в гостях сегодня Павел Деревянко. Павел Деревянко сделал только что тесто. Так, а чем бы мне белок тут пить? Чтобы не разблизгать по сторонам, правильно? Я думаю, что лучше это сделать вот здесь. Мне кажется, что вот здесь у нас вот здесь я бы это сделал лучше. Так. А, вот, вспомнил. Мне нужно... Вань, погоди. Погоди. Немножко разврезгиваешь, да? Чуть-чуть полетел. Так, морковь. А я в это время, Вань, тру морковь. Мне нужно три морковки. Так. Не иди. А вот как надо тут идёт, смотри. Тут не надо сильно это прижимать, и всё. Слушай, Вань, скажи, а правильно я делаю это на столе? Может быть, чтобы морковку тоже не разбрызгнуть по сторонам? Ты слишком занят. Сейчас, я тебе скажу, почему. Нет, да нормально, натирай всё. Можно с досочку взять вот здесь внизу. Вот. Чтобы поменьше гвоздок стол. Точно? Слышит, наверное. Вот. Пап, ну, буквально всё происходит. Ты бы с вами что-то происходит. Очень красиво. Вот. Ой, а вот мы забыли разрыхлитель муки. Одну чайную ложку. Точно. Можно сейчас добавить, Паша. Это вот она, мне кажется, да? Я думаю, что это разрыхлитель. Всё. Так, вот. Так. А-а-а. Насколько его много, Паша, в твоей жизни, в свободное время? Ну, так много, но... Вообще мало. Ну, хочется. А вот есть такие моменты, когда ты говоришь, да ну его, чертой матери, всё, вот месяц, не снимаюсь, ничего не делаю, уезжаю, отдыхаю, набираю сил. Ну, конечно, есть момента. А куда ты едешь в такой момент? Что ты делаешь в такой момент? Как? Потому что мы тебя знаем, на экране мы тебя знаем, любим. В театре мы тебя знаем, любим. А вот как ты, как говорится, выдыхаешь, Паша? Выдыхаю. Хорошо выдыхаю. Пытаюсь как можно свободнее это сделать. Ну, не, ну хорошо. Ты занимаешься йогой, ты едешь в Гималай, ты ходишь на подводную охоту. Я тебе скажу, когда есть время, не знаю, минимум недели три, я, конечно, еду, пытаюсь ехать в Таиланд, в Северный Таиланд. Юго-Восточная Азия. Лаос, Камбоджа, да. Тебя нравится? Ой, я обожаю это. Места фантастические. А ты приезжаешь, там запах другой. Ну, там всё другое. Там всё другое. И люди другие. Люди там другие. Вообще. Ну, просто катастрофически другие люди. Да, да, особенно в Северном Таиланд. В Северном Таиланде я никогда не был. Я в Таиланде вообще ни разу не был. Да, да, ты шутишь. Да, да. Ну, у меня отец воевал во Вьетнаме, и я ездил к нему туда, на сборы. Так вот, вот там чувствуешь свободу на самом деле. Мой отец был единственным человеком вообще из Советского Союза, кто воевал. Артистом из театра Комиссажерского его взяли, прямо забрали. И он ушёл, и он успел сказать моей матери, сказал, что я ухожу, я уезжаю, Лера, во Вьетнам воевать. И всё, и ушёл. Четыре года его не было. Награды? Его пару награды никаких не было. Его два раза случайно видели в ресторане Дома актёра. Где он сидел с вьетнамками? Ну, как во Вьетнамках. Во Вьетнамках. Да, прямо ушёл прямо. Пар, смотри, знаешь, как понять, что белок... ...красота. ...нет, ещё нет, погоди, он ещё не до кассы. Так, теперь, 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 теперь. Теперь, Ваня, давай мы попробуем вот этот белок вот туда бросить. А нет, специи, сначала специи. Специи, Пар, доставай, а не в шкафу. Так, у нас куча здесь, куча специй. Нам нужно имбирь. Давай. Нам нужен имбирь. Теперь у нас имбирь. Молотая гвоздика. Здесь у нас молотая гвоздика целая. А молотая гвоздика у нас лучше? А вот, вот он. Молотая гвоздика, вот тебе, пожалуйста. Молотая гвоздика, пожалуйста. Всё-таки он пока, видишь, вообще, пойди, когда белок хорошо взбивается, он... Так, и мускатный орех. Вот, мускатный орех. Видимо, там был, немножко желча было. Ну, всё. И что, высыпаем? Да, сейчас, сейчас, одну секунду. Давай, мускатного ореха немножко, слушай, ну, потрясающе. Просто какой-то алхимик какой-то, Паша. Паша, алхимия. Будет вкусно. Будет вкусненько. Вкусненько будет. Вкусненько. Так, ну что, добавляем? Сейчас, давай. Давай. Давай-ка. Давай. Оп. И прямо вот раз, вот так вот, да? Какая-то пенка. Пенка. Всё, мы взбили хорошенечко, вот. И теперь вот это, наверное, нужно нам вот этим вот. Да, Паш? Ага. Точно. Да, им? Точно. Давай попробуем. Слушайте, ну вот, а вы артистами Кочеловского собираетесь? Смотри, как всё хорошо. Мы, конечно, мы часто ездим на гастроли. Может быть, не так часто, как хотелось бы, потому что это всегда интересная гастроли. Угу. Часто, конечно, мы ходим, Андрей Сергеевич приглашает нас в какой-нибудь в тот или иной вкусный ресторан, он в этом толку знает. Скажи, пожалуйста, приглашает, это означает, что он ещё и за своих артистов платит. Вот так. Вот так. Так, и теперь пришло время для моркови. Туда же добавляем? Туда же добавляем. Подожди, подожди, да, вынимай. И что, и прям так же смешиваем этой штукой? Да. Давай. Давай, давай, Паш. Ой. Не знаю. Селесная какая-то получается ситуация, Паша. Да? А количество моркови, ты уверен, что... Ну, это вроде три было. Вроде три. Не-не, нормально сейчас, сейчас морковь пусть сядется. Будет круто. Паша, я вдруг подумал, что у тебя же связь с Чеховым невероятно сильная. Ведь ты же, как и Антон Павлович Чехов... Везде вижу теперь вот эти вот мосточки. Ты видишь, играешь в двух спектаклях по Чехову. Я прочитал про тебя, что ты из Таганрога, Паша. Действительно. И действительно, как бы ты Чехов из Таганрога. Я купил там квартиру. Ты шути. Рядышком. Ты шути. Рядом... Ты первый человек, которого я встречаю, который купил квартиру в Таганроге. Да, послушай. Первый человек в моей жизни. Есть вот еще один человек, но... Он там учился. Он купил квартиру в Атлантиде. А он там учился, в Таганроге. Кто? Макаревич? Да. В машиностроительном технике. Да что ж ты делаешь? Я тебе... А этот? Этого не встречал? Тючего не встречал в Таганроге? Тючего. Ну ладно, все. Паша, давай, быстро. Так хорошо, да? Ты купил в Таганроге квартиру. Молодец. Форма. Так, вот смотри. Там живет мой старший брат. Замечательно. Да. Так, давай немножко вымажем это маслом. Скажи, а мы маслом это будем вымазывать или положим пергаментную бумажечку? И потом пергаментную бумажечку. Очень странно. Такое снималось. Подожди, мы маслом вымажем, потом пергаментную бумажечку, а потом положим пирог? Да. Паша, я могу предложить тебе исключить масло из этого списка. Окей. Потому что нам же не нужно, чтобы бумажка была поджаренная. Нам, слушай, ну это выглядело... Но мы можем вымазать это маслом и без бумажки. И без масла. С маслом. Давай не будем с тобой в конфронтации. Нет, мы не входит. Паша, я хочу сделать так, как хочешь ты. Ну, я видел, что делали именно так. Я сам делал. Давай так, все. Масло, бумажка, антипригарное покрытие вторым слоем положим сверху. И... Паша, ну слушай, ну вот тебе... Вот ты как... Вот знаешь, вот есть люди, которые готовят не часто. Классика жанра. Я не это хотел сказать. А что ты хотел сделать? Я хотел сказать, что есть люди, которые готовят не часто, но когда начинают готовить, прям не оторвать от них глаз. Ты не из таких, Паш. Ты видно, что готовишь. Ты видно, что ты готовишь. Пашка, дорогой, но я хочу тебе два слова сказать. Будь сериал же на первом канале у тебя, который называется... Обратная сторона Луны. Обратная сторона Луны. Где Паша, ребята, в этом сериале Паша играет человека, который волею невероятного стечения обстоятельств оказывается в 79-м году. И так... В теле своего отца. В теле своего отца хотел бы я хоть раз оказаться. Да. Это, как говорится... Огромная, шикарная работа, на мой взгляд. Да. Давайте скажем. Режиссер... Вот это очень важный момент. Режиссер – это крестный отец Паши в кинематографе. Можно я так молчу? Могу я так сказать? Да. Твой крестный отец в кинематографе. Саша Кот. Саша Кот, для которого картина «Ехали два шофера» была тоже первой же картиной. Абсолютно точно. И вот так сошлось. И после этого Павел Деревянко стал большим артистом. А Александр Кот снял фильм «Брестская крепость» с Пашей. Снял сериал замечательный «Охотники за бриллиантами». И вот сейчас снял сериал, который называется «Обратная сторона Луны». Так, вот что мы делаем. Я так скажу, это... Паш, вот есть у тебя ощущение, что вот это, что ты идешь куда-то вверх, что вот эта работа лучше, чем то, что было до этого? Абсолютно точно. Это лучшая моя драматическая работа. Это лучшая твоя драматическая работа. Вот это и есть самая лучшая драматическая работа. И потом, мне кажется, на этом проекте действительно Саша Сиваник, помоги, пожалуйста. Не буду я тебе помогать. Ну, будь так любезно. Сошлись звезды. Ну, то есть мы же все знаем, что это коллективная работа, кино, я имею в виду. Скажи, а мы будем что-то сверху это посыпать, что-то? И прям вот таким вот... Да, мы его вставим в духовку, она у нас разогрета уже до 180 градусов. Подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Что-то тут вылетело дно. Работает? Пусть сейчас сядет, да. Ну, я считаю, что... Ну, выглядит неплохо, скажи. Будет очень вкусно. Так, ставим, подожди, дай хотя бы... Можно это сделать, потому что... А бумага не загорится, что это она загорится? Открывай, Паш, открывай. 200 градусов. Молодец, Паш. А? Класс. Красиво. Да, неплохо. Давай-ка мы, знаешь, сделаем... Электричество. Паш. Так, мы его ставим чуть-чуть ниже. Да, вот так. Вот так вот, да? Поставили. И ставим туда пирог. И ставим туда пирог абсолютно. Пирожочек, все. И пошел, и все, он сам готовится. И мы закрываем. И все само. До скорого. И все само. Так, сколько Пашин там должен простоять? Он там должен простоять, я думаю, ну, где-то 40 минут. 35-40 минут. 35-40 минут, друзья. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза. Мы вернемся, сейчас будет реклама очень важная, такая важная для всех телезрителей. А после этого мы вернемся и будем здесь с Маки продолжать готовить с Павлом Деревянко. И вы узнаете, у какого именно артиста Театра Массовета было прозвище «Мускатный орех». Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданием водочным охвачен. Я уеду к матери в надым. Дорогие друзья, с Макнатой Ромко. Представляем, у нас в гостях сегодня Павел Деревянко. Паша, расскажи, то есть это твоя лучшая драматическая работа. Обратная сторона Луны. Но сценарий, вот когда ты первый раз прочитал сценарий, ну это же фантастика. Ты же играешь полицейского, который оказывает, это же криминальная история. Никакого смеха здесь нету. Это не юмористическая работа. Это серьезнейший драматический материал. Да, это мистический детектив. Мистический детектив. С элементами триллера. Ну там, конечно, кое-где какая-то есть комедия. Полгода. Полгода мы работали. Слушай, это фантастика. Так, а давай пока готовить чай, может быть? Давай, конечно. Да? Паша, знаешь, как я очень люблю готовить чай. Я включу чайник. Давай. Все. Мы возьмем, мы в этом будем чайнички? А, мы можем готовить чайнички в каком-то, скажешь. Давай в этом. Отлично. А вот смотри, у нас, по-моему, уже чай-то и закипел. Ну-ка. Так. А. Да. Я несу чаек, так. И вот, Вань. Ну-ка. И вот, пришло время. Ты никогда не готовился из облепихи чай? Из детства. Никогда. Это просто из детства. Так, слушай, а как бы нам 300 грамм нужно отсюда? Паша, да так же, на глаз. На глаз? Давай. Ну что, как понять, хорошая облепиха или нет? На вкус. Да? И цвет? Скажи мне. Товарища? Скажи мне. Давай, побольше. Так, ну, я думаю, достаточно. Вот так. Так, теперь у нас имбирь. Ой, не надо имбирь. Подожди, подожди, подожди. На терке? Да, немножко ему нужно. Ну что, мы сейчас этот имбирь быстро тоже его нужно натереть. Не, не нужно, просто где-то 3-4 слайса нормальных таких. Так, мы кладем сюда тимьян. Вот такие подойдут, смотри, Паша. Вот столичка. Да, даже, может быть, не многовато будет, нормально. Ну, давай так вот, все. Давай. Чтобы не было очень острого. Кладем туда. Тимьян? Ты какой, смотри, ты колдун. Такой тимьянчик. Тимьянчик. Паш, давай. Нам нужен апельсин. Цедра апельсина, вот. Да что ж ты, я не знаю. Паш, ну ты завелся на эту цедру, понимаешь? А, нет, не цедра. Мы знаешь, как сделаем? Я знаю. Прости, Ваня. Дай ножик, пожалуйста, какой-нибудь маленький. Ну, подожди, давай вот это издевательство не наше. Хорошо. Так, смотри, что мне, мы так вот, ну, то же самое цедру, в общем, мы как-то вот так вот просто. Да, ну она же завариваться будет, как-то что ее натирать-то, правильно? Ну, действительно. Чтобы она как бы не пролезала сквозь носик чайника, правильно? И теперь у нас... Что такое? Это две гвоздички. Две гвоздички, все. Молодец. Две гвоздички, это, как говорится... Так, кстати, Паш, важный вопрос. Кстати, Ваня. Поскольку мы морковный пирог, ну, в последний момент морковкой только туда... Запузырили. Запузырили морковочку. Щепотку, да? Щепоточку. Потому что много не надо облепиховать чуть-чуть. Знаешь, для цвета. Если облепиха плохая, она же бесцветная. Как ты думаешь, Ваня, мёд мы сразу туда насыпем, нальём или потом? Знаешь, в моё детство после, конечно, мёд лучше после. Потому что мёд, может быть, стать очень сладко будет. Слушай, ну потрясающе. Паша, запах, запах-то какой. Паша! Паша! Смотри, как... Красота? Смотри, как начала разбухать облепиха. Сколько времени это должно пристать? Немножечко заварить. Значит, друзья, рецепт морковного пирога от Павла Деревян. Мы берём 300 грамм сливочного масла, добавляем туда коричневый сахар. 300 граммов. 300 граммов. Добавляем туда... 5 желтков. 5 желтков. Всё это как следует смешиваем. После этого добавляем туда... 120 граммов муки. 120 граммов муки. Потом добавляем туда миндаль толчёный и грецкий орех рубленый. Всё по 130. Выжимаем туда сок и цедру. одного апельсина. Всё это перемешиваем. Добавляем туда специи. Мускатный орех. Гвоздику. Имбирь. Имбирь добавляем туда. Добавляем туда 5 взбитых в пену белков. Всё это. И всё это перемешиваем хорошенечко. Добавляем туда на тёртых на тёрочке 3 морковки. Да. Разрыхлите. Всё это ещё раз смешиваем. И отправляем в духовку на минут 40. Так, Паш. Да. Ну что, время-то прошло. Господи, красота-то! Красота-то какая! А запах какой? А запах, подожди, я ещё не чувствую. Вот. Вот он. Вот он какой. Смотри. АПЛОДИСМЕНТЫ Тут можно, смотри, что здесь. Можно делать вот так вот. А, можно. Нет. И всё. Ура! А теперь смотри, что будет сейчас. Смотри, Паша. Паша, смотри, Паша. Давай, давай. Али! Вот, подожди, видишь, пока. Вообще, конечно, надо, чтобы он подостыл, да? Да. Ой, ну вкусный прямо. Вот он, понимаешь, пропитанный. Пропитанный, да? Угу. Так, значит... О, хороший, подожди, сейчас мы его вот... Так, давай, вот иди. Наверное, лучше его ложкой, наверное. Давай, сейчас, подожди, подожди, помоги. Вот. Подожди-ка, вот. Оп. Чик. Подожди, подожди. Вот так. И вот так. Да. Вот он прямо, видишь, он прямо аж крошится. Крошится, вот такой вот он. Так, Паша, знаешь, что я тебе хочу сказать? Это один, но тут второй. Но, друзья... Ммм, какой вкусный. Паша сообщил такую очень важную вещь. Пирог этот лучше бы, конечно, дождаться, чтобы он остыл. Да. И вот когда он остынет, и вот когда он остынет, вы можете взять вот эту вещь из холодильника. Из карфона. Делаем отдельно глазурь из сливочного сыра, 300 грамм, из цедры и сока двух лаймов и из сахарной пудры. Точно. Да? Всё. Абсолютно. Больше ничего не добавляем. Нет. Всё, мы это замешали. И что мы с этим делаем? И ставим это в холодильник. В холодильник. Это намажем сверху, да, на пирожочек? Да. Вилочку. Вилочку. Вилку берём. И украсить весь пирог сверху, да, ровным слоем, правда? Ну да, так немножко размазываем вот эту штучку. Прямо сверху? Да. Просто сверху. Размазывай. А я сам их тоже размажу. Так, вот так вот, понимаешь? Да. Понимаешь? Так, ну вот. Так, теперь немножечко. Теперь мы берём сверху. Так. Конечно. Конечно. Так. Конечно. Паш, а я беру ячейку сразу, смотри, которую вы заварили. Ох, облепиха. Паш, дорогой, я, извини, я хочу, я попробую. Я очень хочу попробовать, что у нас получилось. Давай. Ну, это очень вкусно. Да, правда вкусно. Это какой-то прям такой, знаешь, он говорит, а как вкусно с этим кремом сверху. Это правда вкусно. Это такой получается, как будто бы такой прямо десерт, Паш. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Паш, дорогой, я хочу и чай попробовать, облепиху, ведь облепихе одно здоровье. Чистое здоровье. Это чистое здоровье, друзья, это чистое витамины. Я пью за успех картины, которая называется «Облепиха». «Обратная сторона Луны». Я пью за то, что ты получишь за это. Ты будешь единственным актером в России, который, вообще в истории России, который за роль в телевизионном фильме получит «Оскар». Потому что ты дружишь с Кончаловским, а у его брата есть дом «Оскар». Я вижу, что он здоровья. Кончаловский упрадет для тебя «Оскар» у Никиты и даст тебе его. Узер, Ваня. Узер, сейчас. Слушай, как вкусно. Мы не добавили, кстати, меда. Ну что же, я еще один кусочек маленький возьму. И пока ты ешь, Паш, я пойду тебе за подарками. Подарки? Да. Это мы любим. От нашего спонсора корзина ароматного, цейлонского, душистого. Чая. Так, бар. Ничего себе. Неиссякаемый источник бодрости, энергии и хорошего настроения. Вот это тебе доставит. А так, от нашего спонсора мы тебе, Паша, вручаем набор приправ «Волшебное дерево». Все эти приправы придадут твоим любимым блюдам волшебный, ни с чем не сравнимый вкус. Друзья, Павел Деревянко сегодня у нас в «Смаке». Паша, смотрите фильм «Обратная сторона волны». Паш, на секунду, сейчас я отойду. У нас, ребята, на этом все. У нас на этом все. И мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. И мы вернемся с вами в ночь в «Смаке». И вы узнаете, что «Цикорий» в переводе с французского означает «заблудившийся дрозд». АПЛОДИСМЕНТЫ